11 ноября 2003 года состоялась премьера сериала «Оперативный псевдоним». Многие пересматривают его по сей день. При этом большинство зрителей не задумываются о том, что за более чем 19 лет, которые прошли с момента премьеры сериала, многих актеров, сыгравших в нем роли, уже нет в нашем мире. Сегодня я предлагаю вспомнить их. Александр Дедюшко сыграл главную роль Максима Витальевича Карданова. В фильмографии этого актера более 40 ролей. Многие помнят Александра Дедюшко по ролям в фильмах «ДМБ», «Кукла», «Тайна голубой долины», «Покушение», «Офицеры», «Вечерняя сказка» и «Я сыщик». Александр Дедюшко ушел из жизни 3 ноября 2007 года. Актеру было 45 лет. Причиной его смерти стало ДТП. Александр Дедюшко покоится на Троекуровском кладбище Москвы. Стоит сказать, что в тот день в одной машине с актером ехали его жена и сын. Они похоронены рядом с Александром Дедюшко. Ольга Прохватыла исполнила роль Антонины. Эта актриса отлично знакома поклонникам российского кино. Ведь в ее фильмографии свыше 85 ролей в кино. В том числе она снялась в лентах «Дальнобойщики», «ДМБ», «Спартак и Калашников», «Две судьбы 2», «Голубая кровь», «Лига обманутых жен», «Моя прекрасная няня», «Солдаты 3», «Счастливы вместе», «Ранетки», «Каникулы строгого режима», «Папины дочки» и «Воронины». Ольга Прохватыла ушла из жизни 6 июня 2013 года. Актрисе было 44 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Ольга Прохватыла покоится на Богородском кладбище в деревне Тимохова Московской области. Вячеслав Молоков сыграл роль банкира Терещенко. За все время карьеры киноактера он успел сняться более чем в 45 фильмах. Среди них «Последнее лето детства», «Джокер», «Конференция маньяков», «Антикиллер», «Инструктор», «Две судьбы 2 и 3» и «Ликвидация». Вячеслав Молоков ушел из жизни 29 марта 2010 года. Актеру было 55 лет. Причиной его смерти стали последствия инфаркта. Вячеслав Молоков покоится на Бокровском кладбище Москвы. Это далеко не все умершие актеры сериала «Оперативный псевдоним». Если это видео вызовет у вас интерес, то я обязательно сделаю продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok